Приветствую вас. Глобально ваше состояние можно описать через два аспекта основных. Первый аспект заключается в том, что у вас в некоторой степени специфическое отношение к женщинам, то есть вы в той или иной степени им не доверяете, вы в той или иной степени их избегаете, вы в той или иной степени, ну, как-то относитесь к ним не очень позитивно, вот, скажем так. И, соответственно, они для вас, ну, выглядят не самым привлекательным образом, вот. Связано это, как правило, с отношением и соотношением себя с другими женщинами, вот. Зачастую это может быть соперничеством, зачастую это может быть какой-то страх и так далее. И другой аспект, не менее важный, это то, что вам дают мужчины, то, что вам дает общение с мужчинами. Здесь можно разделить, значит, то, что вам дают конкретно мужчины и того, что не дают женщинам. Ну, в принципе, не дают, не могут дать, вот. И то, что вы хотели бы, то, что вы могли бы получить для себя, как женщина. То есть, в этом контексте ваша потребность в мужчинах объясняется именно в необходимости чувствовать себя женщиной и взаимодействовать с мужчинами, чтобы ощущать себя женщиной. Желание вполне естественное, желание это вполне нормальное, я просто говорю, чтобы вы не подумали, что это что-то странное. Вот. Это абсолютно нормальная история. Главное понять, главное понять, что за ней стоит. Так? Вот. Вы пишите, мне в жизни не хватает быть друзей-мужчинами, мне нравится общаться с мужчинами, их очень мало. Один близкий вообще живёт в другом городе, и я остался в другом одних женщинах. Недавно была тема про обнимание, мне не хватает общения именно с мужчинами, да, не знаю, как это понять. Ну, соответственно, сказал. Раньше работал по большей части в мужском коллективе, мне было хорошо, сейчас женщина, я знаю. Ну, соответственно, понятно, что вам нужно внимания мужчин, чтобы чувствовать себя женщиной. Мне нужен какой-то друг, что ли, но понимаешь, другу найти можно только по общим темам, но все мои хобби это одиночные занятия. Я не хочу в песочек, если не играть где-то, потому друзей найти особо не получается. Ну, здесь, конечно, я вас очень хорошо понимаю, но вместе с тем я также и прекрасно понимаю, что если вы хотите найти друзей, и не важно, по большому счёту, кто это, мужчина или женщина, то вам нужно расширять свои границы интересов, расширять своё хобби, так или иначе противность. Лучше вам действительно будет сложно найти друзей, а то получается как? Что вроде и друзей хочется, и в то же время делать для этого тоже особо ничего не хочется, и данный круг, в котором вы жертва. Поэтому я думаю, что если вы хотите друзей мужчин, если вам это необходимо, а вам это необходимо, как и любому представителю своего гендера, то нет ничего страшного в том, что вы попытаетесь, к примеру, расширить свою сферу интересов, и попытаетесь, например, освоить или увлечься чем-то новым. Если, конечно, вы к этому готовы. Никто, понятное дело, вас заставлять это делать не будет. Никто, понятное дело, не будет вам заставлять что-то делать. Реально ли найти кого-то, просто пообщаться? Да, реально, но опять же, о чём? Вопрос, опять же, о чём общаться? О чём говорит такое одиночество именно в мужском общении? Ну, на этот вопрос я дал ответ. Вот, вопрос в том, насколько вы, опять же, готовы с этим разбираться. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Обращайтесь к любому из специалистов, если у вас появятся вопросы. Я желаю вам всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok